Бойся Царю Небесный, Утешителя души и стены, И живи в сдецей, И вся исполняяй Сокровище благих, И жизни подателю Приди в силе сябны, И очистины от всяких скверных, И спаси, Боже, души наши. Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, молим Тебе именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови это наше собрание небольшое, братское, для прославления имени Твоего Святого. Товарищ Господи, нам эти занятия посвятить Тебе, Господу и Творцу, прославлению Тебя среди этого грешного погибшего мира. Помоги, Господи, чтобы еще многие выигрывали в Тебя и пошли за Тобой, Господи, Творцом в райские обители. Сохрани, братья и сестер наших, путешествующих, болящих, Господи, даже исцеления, облегчения, избавления. Тебе же слава за все в честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, сегодня у нас в мертвом составе мы. Так, брат отдохнул на том занятии. Давай, приступай. Труду. Ну вот, Отче наш. Отче наш. Отче наш. И следующее. Десятый стих. Евангелие, Томфея, шестая глава. Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Толкование. То есть второе пришествие. Ибо человек со спокойной совестью смело молится о пришествии и воскресенье и суда. Да. Как ангелы, говорит, исполняет волю Твою, так и нам, даруй, исполнять ее. То есть и на земле, как на небе. То есть мы молимся, как ангелы исполняют Твою волю, так и мы хотим на земле исполнять Твою волю. Вот что значит, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Ну давай вспомним, как ангелы исполняли, чтобы нам так же исполнять. Ангелы показали пример исполнения воли Божьей. Ангелы являются нам примером же, да? Ну так-то. Толкование. Ну а какой пример-то надо вспомнить просто и все. Для всех вот вспоминание. Для себя, для нас. Мы же это помним легко. Что сделали ангелы великого и что сделали они очень греховного. Как прославлялось имя святое? Последовательно. Последовательно. Ну вот ангелы разделили же. Ангелы не твори с духов. Ангелы разделили же. Одна треть пала. Одна треть ангелов пала. Что значит пала? Что это? Стали клеветать на братьев. Правильно. То есть они стали такими же клеветниками, как и их ересеначальник. Сатана. Сатана придумал свое учение. То есть учение злобы он взял себе как свое. Ложь. И теперь мы читаем. Ангелия Таана 8 глава 44 стих. И написано. Сейчас мы прямо откроем. И мой отец ваш дьявол. А тут я хотел еще пораньше найти. А, пораньше. Это недолго займет времени. Все, нашел. Иисус сказал им. Если бы Бог был отцом, отец ваш, то вы любили бы меня. Потому что я от Бога и шел. И пришел. Ибо я не сам от себя пришел. Но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала. И не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он, ложь говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Вот все то, что произошло на небе, сейчас должно происходить с нами. Если там этот акт уже завершенный. Разделение произошло. Революция произошла среди ангелов. Одна треть ангелов. Пала, стали демонами. Хотя их все равно пишут ангелами. Бывает с маленькой буквы. Бывает с большой буквы пишут. Вот ангел с большой буквы. Это Христос. Если просто ангел написан с маленькой буквы, значит это ангел света. А если это написаны демоны, бесы, злые силы и так далее. Злые духи. Потом духи злобы поднебесной. Это все говорится об этих демонах. Боже мой вопрос. Вот смотрите, вот вы сейчас тоже говорите такие вещи сложные. Иисус это ангел. Кто-то говорит, Иисус это Бога-человек. Это Сын Бога. То есть вообще сколько ангелов, вот это Бога-человек. А кто такой Христос с подковолькой? Ангел это посланник. Посланник переводится. Ангелы-посланники. Господь посылает, чтобы не самому ходить. Обычно начальник кого-то посылает. Так и Господь наш. Он посылает своих впереди слуг. Вот эти посланники ангелы и есть. Так вот, в каком-то плане, ангел им является и Сын Божий. Потому что его посылает Отец. Хотя он и сам хотел идти, знаем. Был предвечный совет. И вот Троица показывает. Есть такая репродукция, икона Рублева. Называется Троица. И вот там как бы три ангела сидят. И это идет толкование. Вот это вот Отец, это вот Сын. Сына там Чаша. Это Дух Святой. То есть, ну, и так далее. Все это мы видим на этой картине. И вот как бы вот так отсюда будем говорить. Вот такой предвечный совет. Хотя вот как он состоялся, никто не знает. Даже Андрей Рублев. Где он это видел, как ему открыто было, никто не знает. Ну, он так нарисовал. Люди привыкли так говорить. И мы тоже вот смотрим. И скажем, что да. Действительно, три лица предстают Троица. Отец, Сын и Дух Святой. Отец посылает сына, рождает сына, посылает Духа Святого. Сын находится одеснуя Отца. И призывает Утешителя Духа Святого через Отца, чтобы Отец его послал. Дух Святой является Созидателем всего, что есть. Написано. Вначале сотворил Бог небо и землю. И земля же была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над водою. Что значит? Почему Дух Божий-то? Почему не Отец, не Сын? Дух Божий. Сила. Созидающее. Вот, допустим, если Иисус Христос Сын, Он Логос, Слово. То Созидание происходит. То есть, вот раз и материализовалось Духом Святым. Ну, так написано. Ну, то есть, так пишется в Слове Божьем. Поэтому мы тут не можем ничего сказать. И вот, когда Духом Божьим было все сотворено, Бог Отец все это сделал, решил, как будет сделано. Все сказал и сделалось. Теперь нужно было сделать до конца, сотворить истину. Какая самая главная истина? Самая главная истина, чтобы то человеческое обличие по образу и подобию Божьему, человек сотворен был, чтобы оно явилось до конца на земле. Это истина. Это правда. Эта теорема, она уже все решенная, она должна была осуществиться. Кто ее должен был осуществить? Должен был осуществить Дух Святой, которого послал Бог через просьбу Сына. Сын явился как пример. Сын, он жертва. Вот та жертва, которая была принесена уже на небе, мы читаем в книге Откровение, слушайте, надо все открывать, я так понял. Потому что много говорим про Откровение. Давайте откроем. Давайте откроем. Не знаю, вы просто мне объясняете, я слушаю, просто я не понимаю, в принципе, что это так. Может, мы от тема, где есть вообще отдаление сейчас? Нет. Он прям четко по тебе. Кто такой ангел? Мы сейчас четко потолкаем. Мы, то есть, люди сейчас должны пройти то же действие, как и ангелы. Если мы призываем, да будет воля твоя на земле, как на небе, а на небе, говорит, эту волю Господнюю творят ангелы, то здесь на земле кто должен творить волю Господнюю? Мы, люди, должны творить. Потому что мы-то на земле живем, ангелы живут на небесах. А как они сотворили? Они там сотворили, сотворили. Они прославили имя Господне. Оно святится у них, у ангелов святится имя Господне. А у нас оно как должно быть просвещено? Чем? Ну, так же, как ангелы, мы должны их пример брать. А пример этот есть, да. Они победили сатану и клевретов его, то есть бесов, сбросив их сюда, на землю, под небеса. Кровью Агнца написано. И теперь мы мучаемся, да? Кровью Агнца сброшены они с небес. То есть они побеждены. Они раньше были на бесах, там, где они ношно, они написано, клеветали на братьев своих. И в конечном итоге состоялась битва. Архангел Михаил возглавил ангельские силы. И кровью Агнца, в конечном итоге, то есть жертва Агнца, то есть Иисуса Христа, она и там, на небе, уже победу одержала. Но это вне времени. Это все было давно, но это вне времени. Хотя на самом деле оно случилось именно на Голгофе. Вот так странно это получается. Но там эту жертву видели только как Агнца, понимали. Не понимали ее так, что это Сын Божий спустился и здесь пострадал. Причем от нас. И теперь, когда он явился примером, когда призвал Духа Святого, оставил его здесь утешителем, теперь Дух Святой полновластно растекается по всем сердцам и умам человеческим. В виде огненных языков написано, сошел Дух Святой. И наполнил людей. Но наполняет он у них по вере веры их. И апостол Петр говорит, а теперь вы, говорит, должны разуметь это все и переходить от веры в веру. То есть если тебе было дано Духа Святого немного, ну, будем так говорить, какая-то часть тебя занята им, то дальше ты можешь еще больше и больше возрастать. И предела возрастания не будет. Никогда. Ты никогда не можешь сказать, Господи, я свят перед Тобой и чист. Хотя Господь говорит, будьте святы, как Свят Отец Ваш Небесный. Или как я свят. Написано. Вот это конечный результат всего, что в этой молитве мы должны достигнуть. А как достигнуть? А молитва прям идет нас по стопам. Чтобы ты был святым, вот это нужно делать. И главное, самое главное, нельзя молиться за смерть или проклинать врагов. и быть убийцем, убийцей. Человека-убийцей. Это последнее. Все, это ни в коем случае нельзя. Нельзя быть убийцей. Нет, кровь, кровь за всех пролита только Христа. Христос за всех пролил кровь. И теперь, если ты пролил чью-то кровь, твоя кровь должна обязательно быть пролита. А почему в жизни такое не совсем бывает? То есть они убивают миллионами лет. Полпот, например, был такой. Ну, потом-то смерть все равно наступает. Нет, смерть у всех наступает. Ну, может, это убийство. Ну, вот она смерть наступает. А пролитие крови обозначается смерть. Это не то, что там нанесли тебе какую-то рану, а убили тебя. Ну, вот, если честно, да, вот такой момент я тоже слышал, вот с одним разговаривал, у нас там мужчина, лек, там занимался такой, ну, жулик. Ему говорил там, кто-то кого-то убил, потом сбежал, в итоге его тоже убили. То есть кто кого-то убил, то он убивал, а потом в итоге всегда убивает. То есть как бы этот закон божий. Он еще такой, я говорю, то есть вот такие моменты. Ну, то, что это не до конца так, это нам еще Иов говорит. Вот Иов книгу, если ты почитаешь, там об этом и говорится. Он говорит, и я знаю, что бывает, говорит, богатый, богатеет, и, говорит, все у него хорошо. И написано, и рождает он сыновей, там, и внуков, и там, и малютки, говорит, прыгают, говорит, перед ним. Перед убийцей, да? Перед убийцей в мире, да? Ну, да, богач. Он всех там уже, всех убивает, и что хочет делать. И нарожал уже, и мать. Малютки, говорит, прыгают перед ним. Ну, то есть маленькие детишки бегают, а он сидит такой, наслаждается. А он убийца, он маньяк. А перед ним, вот, детишки маленькие развиваются, он радуется. И это часто бывает. А для чего? Златоуст, говорит, для того, чтобы он, чтобы здесь он не получил уже наказание, а получил его там. Господь здесь прячет от него все. И для того, чтобы он страданиями своими, вот когда человек мучается, страдает, там, и вдруг он имя Господне призовет. Он в этом страдании, в этой страшной боли, вот как у меня товарищ был, он вообще ни во что не верил, Артамош, он в Америке сейчас. И когда его сильные боли посетили, он, говорит, я, говорит, даже, говорит, это, прям возопил. Если, говорит, ты меня избавишь, говорит, от этих болей, я тогда уверую, что ты есть. Богу сказал. И Господь его избавляет от этих болей, ему делают операцию, и хорошо сделали, прям, сразу этот тромб перерезали, там, всю эту кровь, и он не умер. Где-то вот тут у него в бедре, около печени, тромб этот открылся. И все. Ну, я говорю, ну и как ты, он? Да, потом, говорит, отошло все это, и я думаю, да, это так, случайность, хорошо, врачи хорошие и так далее. И все, и сейчас он опять неверующий, и все, с ним, ну, начинает говорить о Боге, посмеивается, все, о Христе. И хорошо, вот, Марина, как раз наши разговоры слышала, она песню написала даже про это. А Марин, это ваша супруга, да? Да. Я Господом избран, и весть о Христе, спасителе мира, я сею везде. И вот был на проповеди, и вдруг передо мной стоит мой товарищ, седой, но живой, как раз про него. И потом дальше какие диспуты начались, я сначала обрадовался, все, ну, сейчас я ему расскажу, все будет, он уверует, а на самом деле тут начались его подколки, начал вспоминать, там, старые грехи. Я ему привожу золотые стихи, а он вспоминает былые грехи. Христа он не верит, грехом ослеплен, отныне наш дом пополам разделен. Мой бывший товарищ, я встретил Христа, он уголь горящий, вложил мне в уста, меня воскресил он, тебя воскресит он, ты только уверуй, уверуй в Христа. И потом дальше он не верует, продолжает, и в этот момент Господь для утешения посылает тебе других товарищей. И уже там заканчивается, мой новый товарищ, я встретил Христа, новый товарищ обращается к Богу уже, это становится твоим братом уже, этот не товарищ, просто брат твой. Ну то есть вот так вот бывает это. Так что вот он воскликнул, все, а потом хоп, и обратно, концы в воду, а нету ничего, все. Ну я тоже слышал, что в основном, когда страдания к Господу обращаются, когда людям хорошо, то они это... Ну не всегда это бывает, бывает люди обращаются, когда все нормально, но это реже, намного, намного реже. Он Игнать Тихнич рассказывает свой пример, просто, ну можно другие привести примеры, но вот Игнать Тихнич. Он обратился, был в армии, кровь с молоком, изучал языки импортные, учился в мореходке, то есть ему впереди капитанское звание маячило, мореходка, представь, ну там все бы имел, тропические страны, все бы было у него, деньги, женщины, там, что хотел бы было, всякие импортные товары. Ну так бывает. Да, это было тогда, он уже изучил, он уже три языка хорошо знал. Английский, да? Английский, немецкий, и латышский, уже знал. И еще, говорит, на подходе были уже испанские, он начинал учить, а там дальше, говорит, под испанский, там очень много дальше идет языков. Португальский, да? Ну да, там итальянский недалеко. Ну и когда он веровал в 62-м году, 27 сентября, когда он Библию взял и веровал в саму Библию, он сразу, говорит, я когда почитал, вот так не надо ложить на Луизавете. Вот сюда, прямо сюда, поделился. И он, когда прочитал Библию, он помолился Господу, потому что очень много там таких мест, которые ему непонятны. Он просто помолился, чтобы Господь дал ему веру, вот то, что здесь написано. Надо же так вот, какая... Он не из религиозной семьи был, образец. Он из религиозной семьи, но он не читал Слово Божие. Не было ничего из Слова Божьего. А брат у него же тоже религиозный? Брат нет, у него дядки оба религиозных, вот царь, который потеряет, который тоже его родился. Но это уже через него обратился батюшка. Так что все остальные там обратились через Игнатих и мама у него обратилась ко Христу, и отец покаялся, обратился, и там батюшка обратился. Вот Павел его брат тоже покаялся, обращался. Он сейчас немножко в падении находится, не знаю, как там дальше. Ну, то есть там сестры обращались, но они к старобрядцам ушли и так далее. То есть он был начатком в своей семье, в слов Господних. Как я в своей семье. У меня все, даже не атеисты были, а полностью разложенные неверующие люди. Разговоры были только о еде, учебе какая-то, денег, чтобы побольше заработать. Все, больше ни о чем не было разговоров. Никогда никаких духовных разговоров не было. Ни с матерью, ни с отцом, ни с сестрой, ни с кем вокруг меня, в окружении. Больше всего там у меня был один друг, мы с ним разговаривали о звездах. И как-то об Иисусе Христе начали разговаривать. С чего мы начали, непонятно. И я говорю, да, Иисус Христос, это инопланетянин. А он вообще не верил, что есть Иисус Христос. Я говорю, ну почему не был-то? Был, но он, говорю, был инопланетянин. И он меня спрашивал, а почему он инопланетянин? И знаешь, что я тогда думал? Никогда никто не догадается. Но это в Библии действительно так и есть. Потому что Христос никогда не улыбался, всегда был серьезный. Я говорю, это был, он как биоробот какой-то был. Потому что иначе он бы улыбался, а так, он нигде не улыбался, не смеялся, не написано об этом. Он всегда был серьезен, потому что он знал, что ему предлежит. Его убьют в конце концов. У меня тогда было смеяться, улыбаться. Не над чем было. Я тогда уже вот это думал, а почему он не смеется, и не улыбается. И главное, где-то же это вычитал я, что он не смеялся, не улыбался. Откуда? А мне было там еще 14 лет или 13. И я уже думал, а это потому что робот, у него мимики не было, а он же ходил, людей исцелял, а я там фантастике начитался, и что роботы там такие, ну и они, представь, у него тут всяких медицинских препаратов куча внутри, он же пустой. И он захотел там человека исцелить, прикоснулся там иголкой, раз, и правильный препарат ввел. И все, и он исцелился, человек. Вот такие доказательства приводили. Это максимум духовности было, что вот я помню у нас, максимально. И когда я начинал это говорить, все просто замолкали, уже тогда, даже это являлось чем-то невероятным. Ничего себе, представь, надумал. Это я сам придумал все главное. А потом даже никогда не знал, что это понадобится мне. Часто задаются вопросы и все, вот Христос-то милый такой, дорогой, а Христос улыбался или смеялся. И все смотрят, и нету ничего. Нету нигде в Библии, чтобы он улыбался и смеялся. Есть единственное, что он благословил детей. И когда благословлял даже их, и тогда уже подвезли и сказали, а что ты вот этих детей-то благословляешь уже? И Христу пришлось еще говорить, кто хоть одного из малых сил сих поколеблет, он про верующих говорил, тому лучше жирновный мир камень на шею и потопить во глубине морской. Что, сильно улыбаться будешь здесь? Ну-ка, ну, еще раз в этот момент что-то вот так сказали, не дополнили. Камень на шею за что? За то, что ты одного из малых сих соблазнишь. Уведешь от веры. Уведешь от веры. Вот ты, допустим, где-то начинаешь говорить о вере, и ты говоришь неправильно человеку. А этот человек он подготовлен, он тебя слушает с жадностью, он внимает тебя и ты раз говоришь ересь. И он или к еретикам уходит, или отвращается от церкви и все. Ты же видишь, как мы с тобой разговаривали? Ты сколько нам раз говорил, так лучше в церковь не ходить? А мы говорим, нет, нельзя. Церковь надо ходить. Ты вот про священников говоришь, да как таким священникам как быть? А мы говорим, а священники все равно нужны. мы не можем тебя отвращать от этого, понимаешь? Нет, потому что как малого сего. Ты наоборот собираешься приобщиться к этому, а мы тебе что, ересь будем сувать? Поэтому ты находишься в самом православнейшем обществе. Тебя никогда церковь не отвратим, вот здесь сидящая, потому что мы все это прошли. Да, священники они такие, даже пьяницы есть, блудники есть, не любящие слово Божие есть, но он священник, он рукоположен, избран, Бог что-то в нем узрел, я не знаю, что Богу виднее. Есть там разные притчи есть, и там священник с дьяконом они поспорили, и дьякон говорит, так нужно делать, а священник, нет, так нужно делать. И вот они спорили годами уже, но этот видит священник, что ему ангел прислуживает, ну и сказал это дьякону, то говорит, ну ты спроси, так или нет, и священник как-то раз остались и тут ангел, и он прости меня там ангел там Божий, я тебя вижу вот так вот, не знаю почему, но наверное по святости своей так подумал священник. Вот мы там с дьяконом все поспорили уже давно, и он говорит, так нужно делать, а я говорю, так, ну что ты скажешь? Он говорит, ну конечно, как дьякон сказал, так и надо делать. Он совершенно прав, а ты не прав. Он говорит, тогда что же я тебя вижу-то? я не понять не могу, а не дьякон. Зачем же тогда ты мне тут соприслуживаешь-то там, чашу там подносишь, все это, помогаешь? Он говорит, так я не тебе служу, я Богу служу. Понял? А глаза были открыты для того, чтобы этот священник прозрел, но потом покаялся перед дьяконом, что столько лет заблуждения водился. Так что иногда можно ангела видеть, а к тебе это вообще никакого отношения не будет иметь. Ты сам грешник. Вот как бывает. Это очень часто люди видели. Вот «Житие святых», вот если будешь читать когда-нибудь, даст Бог тебе это желание. Сознание ему надо. Я читал бы и так-то Серафима Саровского. Да, Серафима Саровского. «Житие святых» еще 1500 почти, так что, кроме Серафима Саровского. Еще 1500 житей. Там есть такие жития. Я иногда прочитаю, думаю, где этот Голливуд? Чего они всякий големотив снимают? Вот големотив про вампиров каких-то. Возьмите «Житие святых», снимите. Вот там Артемия. «Житие святых» или, допустим, Антония Великого снять «Житие святых». А вот Ви Гоголь снимал, написал. Это тоже големотив. Это големотив, да? Големотив, которая, ну... Ну, и до счета же он взял и даже все должно. Ну, это народные поверья все, всякие там сказания и так далее, былины. Люди-то полуязычники, полу-варвары. Ну, а сейчас домов себе, домовое, это же все встречи, запишешь уже. И все это есть. До сих пор, наверное. Да нет, они есть. Причем без язычного? Они есть. Вот домовые, только они не домовые называются, а это бесы, которые кружатся вокруг людей, которые вот побеждены, но они духи злобы поднебесные. Они здесь живут, рядом с нами. Им дано здесь жить, пока мы не начнем побеждать. И когда мы начнем побеждать, а мы не начнем побеждать, ничего не сделаешь. Написано, что и дано было ему вести войну со святыми и победить их. Написано книга Откровения, 13 глава, 7 стих, да, по-моему. 7 стих. Ну, мы тут многое не открываем, но если кому-то сильно, кому-то надо будет, то найдут это. Ну, это при Антихристе будет. Это при Антихристе будет, да, и победить их. Не, ну сейчас... Всего же 3 года будет, не так уж и долго будет, люди мычатся 3 года. 3,5 года. Ну, это же не так многое. Иногда, иногда проходит какое-то время, там, ну, сколько времени прошло? Да всего лишь 2 минуты. Не может быть. Так и есть. Это, я читал это Дьяченко Григория, и вот там жизнь после смерти есть или нету? И рассказывают такие умозаключения, что там, ну, в мозгу там есть какие-то вот центры, которые памяти, и они отвечают за, как бы, за созерцание человека, человеческое. Вот как время проскакивает. Человек спит, у него будильник стоит. И будильник делает первый вот такой удар. Пум. И вот в этот момент, как сделался удар, человеку начинает снится сон. И он говорит, в этом сне я, говорит, попадаю во времена французской революции. Гильотина, наверное, новости. Когда гильотин, и все, и все, и все, и все. И там, и участвую в заговорах, и там Робеспьер, Марат, короче, картина такая разрисована, и он несколько страниц описывает, что с ним происходит. Сон запомнился как. И вот, когда его ведут на гильотину, и вот голову положили ему туда, и в этот момент, там, когда рычаг вот так раз, гильотина срывается, и делает такой бим. и вот он бим, вот этот вот, и он просыпается. И когда посчитали вот этот удар, сколько он длится, там даже одной секунды нету. За одну секунду ему вот это все приснилось. Представляешь? Что такое воображение человека? Что такое память человеческая? Это не просто сложный вопрос, это невероятный вопрос. Это Господь нас этим всем снабнил, чтобы мы могли веровать в Него, чтобы мы могли все себе представлять. Может быть, сон песнится, я могу его не помнить. А бывает, наоборот, хорошо помнишь. Мы не говорим о тех снах, которые не помнятся. Мы говорим о том, что заложено в человеке. Так, ну все, давай дальше. Понятно, с чем ангелы? А, да, ну и мы теперь рассказали же уже, да? И теперь мы также должны поступать, как ангелы. Побеждать. Побеждать, да. Ну, так как мы не победим никак до конца, но в частных, в частных случаях, то есть тех или иных людей, святых, победы будут обязательно достигнуты. Как это мы видим? Андрей Блаженный в своем видении, во сне, боролся с этим огромным великаном, и когда ему уже сказали, руки крест-накрест, вот так, говорит, сделай, и тогда победишь его. Он его никак бросить не может, бросает он опять, лжу. И он, когда руки крест-накрест сделал за его спиной, и он, говорит, обмяк и стал, говорит, как какой-то, говорит, черный сноб, сноб такой, говорит, вялый, гнилой. Я, говорит, вот так вот раз, бросил, он растаял, и исчез. Вот сатана-ка побеждается крестом. Поэтому крестные знамения, которые во сне мы видим, или вообще делаем здесь наяву, иконы Божии, которые мы искренне поклоняемся, через них первообразу, то есть все это очень влияет на спасение. Да? А вот еще, смотрите, вопрос. То есть, второе пришествие, ибо человек из спокойной совести смело молится о происшествии воскресения и суда. То есть, о происшествии. Да, то есть, если человек верующий, да, то есть, он спокойно, ну, ждет своего конца, да, ну, суда Божьего, здесь это имеется, да? Да. Суда, да. А смотрите, а если, например, он верующий, но он же где-то может согрешить, что-то еще, то есть, как вот, нельзя быть до 100% уверен, что ты будешь, я вам объяснить, ну, попадешь в райис, может где-то согрешить что-то еще, то есть, если ты тебя бес попутал, то есть, еще что-то может быть так. То есть, как бы, такой момент, я так думаю, что, ну, это мнение. Ты должен испытывать, вере ты или не находишься, или нет сам. Апостол Павел призывает к этому, испытывайте, верили вы. То есть, ты сам себя испытываешь, ты вери или не вери. Если ты испытал себя и сказал, ну, там я тут немножко согрешил, тут немножко тоже, но так, в общем-то, неплохо я живу, нормально, я верю. Все, господи, я верю, я готов пред тобой. Нет, так не можешь. Правильно, да, совершенно верно. Поэтому, всегда ты, ты должен всегда каяться пред господом, и говорить, господи, я, конечно, не совершен. Но, если ты это говоришь, лежа на диване, почесывая вот такой вот пузырь, где-то вот здесь вот, вот, или ты это стоишь где-то на благовестии, и в этот момент тебе проклятый ты, да пошел отсюда со своим Евангелием. Это же разные вещи, наверное. Когда ты о других думаешь, или когда ты себя откормил. Так что, продолжим. Продолжай. Одиннадцатый стих. Давай. Давай. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Толкование. Насущным называют хлеб тот, который достаточен для сохранения нашего естества в силе. Словом же, на сей день устраняется забота о завтрашнем дне. И тело Христово есть насущный хлеб, о неосужденном причащении, которого нам должно молиться. Я тут с двоюродным братом имел беседу. И он, как так, говорит, христиане пьют кровь, едят тело, да говорит, каннибализм какой-то. Я говорю, ты его умеешь или нет? Что такое-то. Под видом вина и хлеба все это Бог специально так все сделал. Нет, я не могу. Я говорю, ну, многие тогда сказали, нет, нет, я не могу. Осталось только 12. И даже тем 12 Христос говорит, не хотите ли вы отойти? И они сказали, куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Вот здесь под хлебом насущным толкователь нам говорит, что... Это 6 глава у нас, да? Да, Алина Спистина. Как мы не думаем. Что тело Христова есть насущных лиц. Что тогда пока 12? Или еще поговорим? Давай, давай. 12. И прости нам... Посмотри еще. Оглядись. Долги. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Толкование. Поскольку мы грешим и после крещения, вот как брат, второй раз заметил, то повыливает молиться, дабы оставил нам грехи наши, оставил так, как и мы оставляем другим. Ибо если мы злопамятствуем, Он, с большой буквы Бог, не оставляет нам. Бог поставляет нас, как бы в пример себе. Так что, как мы поступаем с другими, так и Он поступает с нами. Если ты прощаешь согрешившимся против тебя, то и Бог прости. А если ты не прощаешь, то и Бог тебе не прости. Нет, есть понятие такое прощение, а есть такое понятие, как урок человека. То есть, надо вообще людей же воспитывать. Ну, проучить. Проучить, как бы надо. Не отомстить, а проучить. Проучить, да. И вот здесь такой момент такой, потом с вами тоже посылится от него. То есть, мне это интересно, по моей донецкой работе, мне тоже такое интересно. То есть, я тоже думаю, что есть просто наказание, а есть просто это, как бы в цели воспитательной работы нужно людей наказывать. То есть, как бы, есть же такие розыки, там, ну, например, ну, что-то еще. То есть, человека, как бы, это, скажем, ну... Ну, если это человека не ожесточит, А его, может, людей все ожесточает, вот, если что говорите? Ну, вот, у нас детский православный лагерь, у нас есть физическое наказание, но ни один ребенок не был не наказан несправедливо. То есть, у людей спрашивали, было ли такое, чтобы вас несправедливо наказали? нет. То есть, если ребенок запирается, и говорит, нет, я не делаю его, и не наказываем, но он не осознает своей вины. А когда ребенок осознает свою вину, то есть, наказание ему преподается, как очищение, и все, он, все, он тебе теперь очищен, и греха на нем не... Вот как бы для чего наказание. Ну, вот смотрите, вот такой, человек, например, тренируется в коллективе, да, ну, и раз, часы своровал. Вы как считаете, его надо за это простить, умолчать, или за это наказать, собрать тренерский совет и выгнать? Как вы считаете, вот ваше мнение? Я считаю, собрать тренерский совет, обличить, он должен сознаться, ты виноват, виноват, что с тобой делать? Вот что он скажет, то есть, простите меня, я больше так не буду, простите. А он потом опять так уже сделает, спасибо. А ты уверен? Сот процентов. Потому что я уже где-то, личное сглазо закрывал, закрывал, например, такие моменты были. А зачем же ты закрывал? Ну, как же закрывал, таких не было прям ярких примеров, вот так бы. Хочешь, я тебе скажу, как у нас делается? Как у вас? В смысле, у вас? Да, у нас в общении. Ну, даже у своих своровал, даже с крысой рыбы. Нигде, нигде один человек не появляется, всегда только вдвоем. Если один появился, ну все, ты вор, нечего ходить. Если тебе куда-то надо пойти, кого-то берешь с собой и идешь. Ну-ка, объясните еще раз. Вот. Вот как вы вместе, мой друг. Ну, вот, гляди, вот, как у вас там, у вас там бардак, или все, вот, или на доверие, как все. Такой момент был, как просто. В общем, заходите, ты стоишь вот в раздевалке, у вас там есть раздевалка. Ты ждешь свою группу. Вот группа пришла, раздеваются они. Один в своей комарке, другой там, все, они разделись по шкафчикам, все, разделись, все, все закрыли, закрыли все, выходим в зал. Все вышли, ты последнюю дверь закрыл, все. Сюда больше никто не заходит, все, никто в раздевалку. Никто. Кому-то надо зайти. Или с тобой он заходит. Не, я что-то взял. Или с кем-то. Ты говоришь, так, иди с ним сходи. Так, думай за другом. Я просто, например, увидел, такая ситуация такая была. И вот, такой момент, очень это. То есть, пока, пока этого не было у вас, пока был бардак, кто-то там что-то взял, все, забыть, ничего не было, значит. Или в милицию, дайте сказать. Нет, у нас, которая зашла. Я просто, примеру, я, я, говорю вам. вот он у меня в телефон своровал, и теперь узнали, что он мне пять их отдает, телефонов. Пять. Ты представь, у него жаба его дает. Он уже наказанный. Он уже там, ааа, ходит, мучается и думает, где еще пять телефонов сворачивать. А теперь 25 отдавать. Ааа, бедный, ааа, бедный, что же мне делать? И теперь жизнь надо менять человеку. А то, что там его избили, побили, все, он героем себя чувствует. Да, подумаешь, взял, там и то есть, хотел, хлеб украл, а закон покарал. Так жестоко. И все уже мученик. Мученик просто на хлебушек взял поменять-то. Ну, что он там взял? Он взял твой телефон, дорогой, бриллиантовый, а поменял на буханочку хлеба. То есть, я понимаю, да, вот бить, как бы, это не по-божественному, да? А вот именно, вот просто рыбный читает, самые прямые варианты, вот. Чтобы не повадно было набудить, чтобы боялся воровать. Если светлое бы он из храма своровал, то побить камнями было. Священная. Или заклятая. Камнями забить? Выясняться можно, камнями забить. Но это разговор о Ветхом Завете. А, ну, я тебе про Ветхий Завет говорю. Я тебе, вот то, что пять раз больше отдать, это по Ветхому Завету. Нет, я просто вам объясняю. То есть, вы считаете, что человек должен безнаказанно там, воровать, что-то там, унижать кого-то, то есть, слабого там, Саш, не уважать. И то есть, он за это прощает. Я считаю, что он обограет таких людей. Что в будущем он хотя бы из боязни боялся так делать. Не просто там... Короче, ничего не поняли люди. Все. То есть, мы с вами... Шлаббом упал. То есть... Все то же самое будет оставаться. То есть, им бардак дороже всего. Пришел, ушел, тапочки разбросаны, везде трусы валяются. Вот там все воняет. Это не на зале было. Это не на зале было. Ну, я что могу сказать? Я... Я просто применю... Я сказал, что должно быть. Ты стоишь, и причем, кто-то опоздал, и ломится в дверь. Я опоздал. Пошел вон в другом месте, теперь начинает там быть героем. Здесь тебя нету, вор ты. А он всегда последний приходит. Пока там все... Ой, я переодет свой... Да пропустите там автобус, там мама, папа там больной, там похороны, крест тащил. Все. Ему надо просто одному остаться. Одному. Он тогда все знает, все умеет. У него отмычки везде уже знает, каким болтиком, что царапанут где. Мы это знаем таких. Все. И он опоздал, ты его выгнал, и все закончилось. И думаете, что никто не ворует? Это я молодец. Стою здесь, смотрю. А на самом деле все. За тебя уже сделала дисциплина. У немцев это все четко. А у нас бардак этот и будет оставаться поженен. И теперь... А потом наказали кого-то, а потом... Слушай, да это не он оказался. А все улики вот как-то сводились так четко. А сатана зачем бдит? Он за тобой бдит. Ты уловил или нет вот это дело? Нет, я просто... А да, я уловил. А это, конечно, совсем не так. Я вам примерно просто сказал не то, что в точечном будет, а просто... Вы вообще другую тему... А я тебе сам... Я просто говорю, что 100% знаю, да, я просто вам объясняю ситуацию. За это вообще нужно наказывать людей, не наказывать? Ну я тебе сказал же, или что, сколько раз... То есть 5 раз больше отдать? Это чем? 5 раз больше? У меня украл же, получается. Я ничего понять не могу. Вот у кого он украл, тому пускай 5 раз больше отдать. Ты тут вообще при чем? Он же не у тебя украл. Или ты пострадавший морально, что рядом кто-то утащил кошелек на 5 тысяч долларов, да? Да, да, да. А ты такой думаешь, а если бы у меня? Ну так не у тебя. И теперь ты сиди, облизывайся и дальше свои кошельки везде оставляй, потому что этому-то он 25 тысяч уже отдал долларов. И ты такой, ах, почему не мой кошелек-то украл? Вы меня не поняли просто. Вы меня не поняли. Просто вы считаете, за это вообще нужно как-то человека наказывать? Или как-то... Или не надо? Ты что-то не понял ничего. Ты представь, он 25 тысяч долларов подаст, он что, не наказывает что ли? Да мне отдать, то демок возьмет, то демок. А я что, виноват, и демок возьмет? Пускай берет. Ставки там этих... коллекторов там, или кого там, коллекторов. Счетчик там включайте. То есть вы все при этом? Что я все при этом? А ты что думал, я буду сговорить? Ну-ка расскажи. Поставил к стенке, даже к зеленке лоб помазал. Нет, нет. Вот я правильно тебя понял. То есть ты видел, как один у другого украл... Я говорю, ты верни. Он говорит, я просто туда ходить не буду в этих часах. То есть, это другой разговор, понимаете? Что я могу сказать? Сверх нагло. Вот часов, присад 5 часов таких. Значит, он считает, что ты такой же был. Ну, как бы, пробую объяснить, такая ситуация была. Просто я поехал в Америку, я просто говорю, и там, когда мне тренируется, такой фигню сделал. Сейчас приедет, я считаю, надо бы гонять его, то есть таким человеком, как бы, в одном зале, находился. ты сказал, он украл другого часы, ты сказал, верни, а он сказал, он нашел, он мог отдать тренеру, да, он нашел и в команду положил, то есть часы где-то, что-то увидел, лежат, кто-то, партнер, вспоминал. То есть он не украл, он взял, взял, разбросанное, потому что бардак, так не сделайте, чтобы бардак, и мы, конечно, виноваты. Вообще не будут воровать. Ты вот сейчас взял бы машину, ключи оставил, открыл бы дверь, тебе написал бы записку, уберите, кто хотите, хотя бы ее угнали, кто-то, ой, что нам, что мне делать? Ну, то есть это получается, это получается, не воровство вы считаете? Я считаю, это не воровство, то, что он сделал, нет, никакого воровства не было. Действительно. Воровство в следующем уже, то, что он теперь не отдает, зная, чье это. Вот когда ты только ему сказал, я знаю, чьи это часы, этого человека, вот тут, вот тут уже он должен был решить и сказать, ну, давай там ты будь, как посредником, скажи, что я знаю, где там у кого, если ты хочешь, там какую там сду дай за это, за то, что человек подобрал это твое, где ты там положил. Не надо было там вложить? Он говорит, нет, я просто вникли не буду, да и все. Там были эти часы, движали. Пойдем за вознаграждение. Да, или что-то типа этого. Не, ну, я считаю, что за это надо, поиграем. Своровал это, когда вот в кармане лежит, или конкретно, ты знаешь. Ну вот, вот мы сидим сейчас с вами, сидим с вами. Я вот так вот здесь просто расставил часы, а вы, вот, это телефон. Частная. Вот здесь, смотрите. Частная территория, это не то. Нет, я просто, вот мы находимся не здесь, например, я просто пример привожу вам. Извините, что я вообще... Представь себе, где множество людей, где множество рук. Там запирай. Там запирай, написано. Библия говорит. Где множество рук, там запирай. А не разбрасываться. Вот, смотрите, вот общественное место, койти, спотин. Ну я, примеру, говорю, может спотину, может... ...койти футб 같рь вот здесь, я, я примеру, там, я, Часы я нашёл, разок себе положил, а что называется? Находка. Находка, да? Рядышком. А он знает, что это находка моей часы. Я нашёл три метра от них. Зачем ты их там положил, непонятно. Ну куда-то в дебри какие-то залезли уже. Да ну вы просто не выгораживаете что-то, я не могу. То есть товаровство, это круто. Ну мы понимаем, а ты хочешь сразу его напроучить. Мы-то тоже вкусные что-то хотим с человеком сделать. Хе-хе-хе. Почём проучить? Проучить, да? Проучить, правда? Не то, что там его учат, а его на проучить. Ну так ты скажу... Понимаешь, а бардак весь этот останется, и другой человек так же будет делать. Третий, четвёртый, двадцать восьмой. Вы с него начните. С этого человека. Сейчас прям. Везде всё закрывайте, везде замки повесьте. Вот это всё сделайте. И напишите везде. Не разбрасывайте свои вещи. Ответственность мы не несём. Появилась крыса. Да, да, да. Подозрение. Всё? И всё. Так, да? Совершенно верно. У меня подозрение, чтобы этот тоже был. У меня подозрение, что в нашем коллективе появилось... Да зачем мне с ним работать? Вообще, зачем с ним работать? Смотри. Зачем тебе с ним работать? Зачем, чтобы он может покаяться? Затем, чтобы тебе человека не осуждать, понимаешь? Да. Зачем тебе его осуждать? Обличать. Обличать. Разные вещи. Нет. Вот ты обличишь его, когда ты начнёшь везде всё перекрывать. Этим ты его начнёшь обличать уже. Показывать, что это всё неправильно сделано тобой. У него, видишь, совесть. У него откроется. Он сам прекрасно знает. Он сам может ещё стать лучше, чем вы. А сам по нему может споровать. Что это говорит? Тогда учить. А как учить человека? Он говорит, ты не должен его учить. То есть, побить нельзя. Его что-то сказать нельзя. Вы только знаете, что это вообще ничего нельзя. Ты его побить хочешь? Нет. Это дураку понятно, что его побить надо. Ясно, раз боксёр человек. Чего ему в доступ? У него другого коллега нет. Нет. Зачем побить? Нет. Нет. Я ему не поймить не надо. Он говорит, что надо выгонять этих людей. Зачем они нужны? И чтобы другие это племя уже воспитывали. Постоянно наваривать. Конечно выгонять. А если он раз как-то отвошал, он покается и всё. И больше этого не делал. Второе, понятно. Бардак продолжается. И будет. Нет. Я забыл эти. Я забыл в душе шампунь забыл. Потом начал возвращаться, уже нет её. Вопросы важные мы такие проходим, тем более, что видишь, ты здесь открыл, но теперь дело следующее, хочу сразу поставить все точки над «и», мы здесь говорим о самой великой святости, мы уже говорим о человеке, который пришел к Богу, не тот, который вообще не знает кто такой, может, Евангелие даже не брал, ты мне сейчас начинаешь, что с ним, да что с ним, он не подходит ни под какие библейские, нормы, ни под что он не подходит, главное, он мне в друзья не годится, я с ним никогда не буду вместе, если он у меня что-то украдет, и Господь ему там покажет на вид уже, а это будет мое испытание, я поблагодарю Господа и скажу, Господи, сам растяпа, как у меня, мама говорит, племянница, накопила полторы тысячи рублей, десятиками, взяла их, какую-то рукавичку сложила и решила повезти в школу, ну девчонка во второй класс ходит, зачем ей там эти деньги, непонятно, кто-то, она или сама похвасталась, или что, вытряхнула эту рукавичку себе в карман, рукавичку аккуратно завязали и положили на место, хорошо без всякой записки, и все, она домой прибегает, все открывает, опять посмотреть на свои денежки, раз, рукавичка пустая, она идет, эту рукавичку тащит, бабушка, у меня украли, бабушка, а ты зачем в школу-то брала, а мне там очень с ними хорошо было, они же такие тяжеленькие, желтенькие, пианиш, гремят, ну понимаешь, ну, и все, и где теперь эти десятики, у кого, а зачем брала-то их ты с собой, они знают, чего-то захотелось быть с ними, вот с десятиками, полторы тысячи десятиками, высыпали из этой рукавички, даже взять тоже телефон, по ноге-то нельзя, где оставлять, ты оставишь, что-то возьмет, и что дальше, ну и что, вот мы тебе все рассказали, ну и везде запираю, везде надписи, надписи, ну, как вот это, видал, где, в автобусе объявления, ну, тут сейчас слабо что-то началось, в этом, в аэропорту особенно, очень часто, пакеты чужие не берите, сумки чужие не берите, там и заражение химическое, и бомбы, что-то-то нету потом, не оставляйте свои сумки, а я вот сижу там уже в аэропорту, все, и такой раз, засунул туда, чтобы еще, это, не мешалось-то, и уже там, это, фасадка там, все, там все же как-то бегут сразу, я только бежать, смотрю, там надпись, бум, не оставляйте своих вещей под сиденьями, там везде, я такой, опа, точно, раз достал вещь, молодец, все, люди сделали, все продумали, ты только смотри по сторонам, а это все мы знаем, все, как оно там у нас бывает, я что, не был в спортзале, что ли, не знает, как там все, ногами все подпинывают, запинывают, и вообще, с собой не надо ничего дорогого брать, когда идешь на такие мероприятия, я ничего не брал, Янков как сокол приходил. Все, я просто сказал, мне не вообще это ответили, не так, что надо все простить, надо там все делать, все оставлять, то есть... Не по-твоему. А? Не по-твоему. Не то, что не по-твоему, просто вы сказали, как бы... Не, ну ты сказал по конкретной случае, если бы тебе сказал, что человек ворует и ворует, и специально открывает и так далее, я бы сразу сказал, обратитесь в милицию, конкретно, молча, никому не говори, если там где-то замки, и кто-то сказал, так, у меня было тут вот столько-то, я открываю, нету, все, ты сразу, так, понятно, и сразу милицию, милиция вычислит этого хряка, быстро, а вы-то нет, сами не вычислите уже, все. Бывает такое? Конечно, бывает, однозначно. Ну там где-то закрутился, он чик открыл. Я видал парня, открывает любые замки, вот такие простые, всякие, открывает вот этим, одним вот такой вот крючком каким-то, хрукс, готово. Он там что-то, чик-чик, хрукс, готово. Нет, ну тут смотри. Нет, давайте просто тема, я просто кая. Потом, потом. Плюс на камеру еще. Ну, так ничего нет. Нет, видишь, он же про неверующих опять говорит, я же сказал, что, а мы теперь говорим о верующем человеке, который кается, не просто постоянно ворует и ворует. А почему? Нам зачем это надо-то, такой человек? Прежде чем ты придешь ко Христу, прежде чем. Мы не прохистовываем, просто мы про обычную поступку, как это нужно? Да не нужны нам эти поступки, мы говорим о Христе. Здесь идет разговор о Христе. Все. Не о твоей жизни, в которой ты живешь, а о жизни чистой и святой. Ну ладно, давайте, читайте дальше. Идет речь. Зачем вы-то открываете? Что, мало его, что ли? Он тут затыкает, вы тут тоже. Потому что уже скоро кричать можно. Как кричать, я ему не могу понять. Ничего нету толкового, что ли? Разбираем, разбираем все, и ничего не разбираем. Если бы это было, если бы Тарас был наш брат во Христе, в действительности, он бы только сказал, а, все, братья, я понял. Но так как он от нас, как белая лебедь, он там где-то, поэтому ему хоть что говори, понимаете или нет? Ему все равно, ему не по нему. Он должен разбираться, как он безбожники разбираются. Хоп, божку отсекли, готов, все, выбросили на помойку. Мы-то не об этом сейчас речь ведем. Мы ведем о том, чтобы всем было хорошо до конца, и чтобы до конца каждый все осознал и понял. Если ты окурок бросил, вот там, он сам рассказывал, сколько там тысяч штрафов? У нас-то этого нету ничего, и эта привычка у нас остается везде. Я знаю, почему у нас нету. Знаете почему? Я вышел, сигарету бросил сейчас, милиционер стоит, а тут пурга. Окурочек понесло, понесло, засыпало, приехали. Ну давайте, ищите его теперь, окурочек, я не бросал. С кого брать-то и где? А там вышел, снега там никогда не бывает. Бросил окурок, он лежит там пять тысяч веков. Вот он тебе окурок, вот они слюни, ДНК тебе раз, хоп, оштрафанули, все нормально. У нас вот эта вот безалаберность, как идет тут снежная безалаберность она, как начнет сейчас оттаивать, увидите все это. Потом субботники, представьте, субботник где-нибудь в Калифорнии, субботник, нету там ничего, там всегда чисто. Там только когда начинается, типа как в Италии или в Испании, забунтовали эти мусоросборщики, показывают везде, в Мадриде, везде вот такие аккуратные пучки на каждом углу мусора лежат. Бастуют. Все, то мусор появился. Как заплатили денег, все, опять чистота, все до порядка. Потому что у них там всегда одно и то же, как в доме, чистота. В Греции Марина приехала, вот у меня жена, идет вот она по улочкам. Улицы, вот каждый перед собой там дом, моют с порошком, говорят такие, что у кого вкуснее, да у кого там всякие розовые порошки, синие там, зеленые. И моют, 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 улицы моют порошками. Чего вы об этой России разговоры ведете? Вот у нас, что здесь, выгляни во двор, то и в башке у каждого. Без Христа-то, без царя в голове-то нету ничего. Сердце пустое, один хлам там. Ну что, прочитаешь еще что-то, или что? О чем мы о Росте-то заговорили? Что, на одного Ростова у нас, что ли? Вы что-то разница, если это, я не знаю, видите, что она так это, заялась, что-то, что-то, что-то. Читаем. Тринадцатый стих. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Толкование. Мы, люди слабые, посему не должны ввергать себя искушением. Но если впали в искушение, то должны молиться, чтобы оно не поглотило нас. И чтобы Бог даровал нам помощь и терпение. Ибо только тот вовлекается в бездну напасти, кто побежден. Но кто впал в искушение и победил его, тот достоин венцов и славы. Не сказал от лукавых людей, ибо не они делают нам зло. Но лукавый возбуждает их на то и делает зло. И нам, и им. Посему не людей, а злых духов нам должно ненавидеть и проклинать. Здесь ободряет нас. Ибо если Отец наш есть Царь, сильный и славный, то при твердой вере мы без сомнения победим лукавого и впоследствии прославимся. То есть, когда Он будет воздавать всем по делам. Вот здесь написано у Златоуста еще в толковании. Господь явно показывает наше ничтожество и не излагает гордость. Научая нас не отказываться от подвигов и произвольно не спешить к ним. Таким образом, и для нас победа будет блистательнее, и для дьявола поражение чувствительнее. Как скоро мы вовлечены в борьбу, то должны стоять мужественно, а если нет вызова к ней, то должны спокойно ожидать времени подвигов, чтобы показать себя и не тщеславными, и мужественными. Лукавым же здесь называют Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую брань и показывая, что он таков не по природе. Зло зависит не от природы, но от свободы. А что преимущественно дьявол называется лукавым, то это по чрезвычайному множеству зла в нем находящегося. И потому что он, не будучи ничем обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань. Потому спаситель и не сказал избавь нас от лукавого, но от лукавого. И тем самым научает нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но во всю вражду свою, всю вражду обращать против дьявола. Ну это дальше уже там было. Как раз. Место Писания Римлянам 12.19. Господь, апостол правил, говорит, не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гниву Божию. Вот о чем говорится, что не мсти за себя, если кто-то какое-то зло причинил, а помолись за него. И Господь уже сам этот справедливый суд совершит. Ну дайте место гниву Божию. Ну видишь, тут это, недаром вначале говорится, если вы не заметили, что здесь Спаситель явно показывает наше ничтожество и не излагает гордость. Наше ничтожество. Не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого. Наше ничтожество. То есть мы сами не можем, только Господь может это все свершить. А почему? Гордость, потому что нам не позволяет. А когда гордость уходит? Когда ты начинаешь другого просить. Другого просить начинаешь, человек? Ну, кого-то. Или совет, или еще что-нибудь. Гордость уходит. Потому что гордый человек, он сам все знает. Я, я решил, я все, все. Понятно. Я вас спросил, вы мне так двояко ответили. То есть ты сам понимаешь решение, вы мне точно так сказали. Ну, и правильно. Слышишь, я только за то. Пока ты не станешь до конца верующим принимать сам решение. А так помолишься Христу, он тебе все откроет. И потом ты придешь и скажешь, я все понял, что вы сказали. Но чем меньше ты человека накажешь, тем лучше, да? Тем Господь потом взглянет на твои грехи не так основательно, как бы до того. Я делал крошу, ты когда-нибудь сам воровал. Ну, я так вот своих не воровал, такого не было, что вот так вот. Ну, я так был, маленький был, помню, в школе, ой, в садике там еще даже, помню, маленький даже был. Помню, садик разбегал и у воспитателя своровал, помню, там ручку там что-то еще и сбежал. Я говорю, красную, что ли, вот так вот даже такие... А сколько десятин ты отдал из своей зарплаты Христу? Вот ты должен со своей зарплаты, с каждой десятую часть отдавать Христу. Ну, при налоге бывать не плачу, это грех или негрех? Я про это не буду судить. Я сам много не плачу. А вот ты скажи, вот ты десятину Христу не заплатил, ни одну еще. Вот это да. Нечем платить, тебе много, Ксения. А что я тебе могу сказать? Надо платить, надо отдавать десятую часть священнику, которого ты избрал своим духовником. Вот тут ты показываешь, что ты верующий, а не гордец никакой. А пока у тебя духовника нету, десятину не платишь, я не ворую. Да как не воруешь? Господь говорит, вы у меня своровали. А ты, в общем-то, верующий. Нет, в общем, я, получается, у всех ворую. Я хотел на ответ Тараса ответить. Господь сказал, давайте кесарю кесарю. Вот о налогах ты сейчас задал вопрос. В Евангелии так Господь сказал, давайте кесарю кесарю. А Божию к Богу. А Божию к Богу. Да, ответил. Благодарим тебя, брат. Он все понял. Ну а если кесарю? А если кесарю? А если кесарю? Можно просто понимать, что... Кесарь требует. Кесарь требует всегда. Как требует? Ладно. Слушай, так тут же есть яко, то есть царство. Ты уже прочитал это? Вот 4, 15 стих вообще мощные. Вот еще на это есть. Итак, если его царство, то не должно никого бояться, так как никто ему не сопротивляется, и никто не разделяет с ним власти. Когда Спаситель сказал, твое есть царство, то показывает, что и тот враг наш подчинен Богу, хотя, по-видимому, еще и сопротивляется по попущению Божию, и он из числа рабов, хотя и осужденных, и отверженных, а потому и не дерзнет нападать ни на одного из рабов, но получив прежде власть, не получив прежде власть свыше. Даже и на свиней не дерзнул сатана напасть до тех пор, пока сам Спаситель не повелел. И сила, говорит еще, перечисляет Христос. Итак, хотя бы ты и весьма был немощен, однако должен дерзать, имея такого царя, который и через тебя легко может совершить все славные дела. Слава и слава во веки. Аминь. Этот царь не только освобождает тебя от угрожающих тебе зол, но еще может делать тебя и славным, и знаменитым, как сила его велика, так и слава его неизреченна. Вот так. То есть все это Господь показывает нам, если все мы это исполним, будем в этом стоять, показывает все величие свое, передает нам. Как это будет? Ничего пока не могу сказать, но было. Было. Многие люди каялись, видя величия отремия мира всего, казалось бы. Вот этот стик вообще крутой. Крутой. Ну то есть в смысле в том плане, что очень сильные. Да, не, тут знаешь, сколько сильных ты должен, в общем-то, одинаково ко всем как бы относиться стихам, слава Божия. Потому что что-то не исполнив, не исполнишь ничего. То есть сейчас мы вообще исподобимся, да? Очень. Как вся наша земля, из какого-то одного кирпичика, даже из ничего. Атома как бы, и там все там. Да, и сотворина была силой Божией, так и здесь спасение, оно состоит из... Ну и как сказал апостол Петр, из веры веру переходить надо. Из веры веру. То есть вот та вера, которая у тебя сейчас, это еще не все. Ты должен дальше стремиться. Ну понятно. Даже так же у вас, как сейчас, да? Тоже вера тоже. Да, и у меня такая же тоже. Еще дальше надо пройти дальше, и дальше не останавливаясь. Ну и люди достигали необыкновенных высот, будучи на земле. То есть видите, здесь написано, здесь ободряет нас, ибо если отец наш, есть царь сильный и славный, то перед его доверие мы без сомнения победим у Каула, и впоследствии пославимся. То есть когда он будет воздавать всем по делам. То есть вот ты себя пересиливал, ты хотел так сделать, а понимаешь, как по Божьему слову нужно там вот так-то сделать. Совершенно верно. И то есть потом тебе это воздастся по твоим делам, да? Совершенно верно. Ну, по твоим делам, добрым делам. Да, да, да. Да, и по злым воздастся. Да, то есть по злым, по добрым, да. По любым. То есть как бы... Либо в рай пойдешь, либо в ад. А вы откуда уже? Ну я... Не, я просто говорю, что воздастся, без сомнения. Я-то хотел про добрым, и про добрым было поговорить. Мы же говорим о верующем человеке, который, в общем-то, решил уже не в ад попасть, а как бы в рай. Так давайте мы об этом и будем говорить, это рассуждать. А что мы прав-то в любой момент, что такое ад? Ад это ты не исполнил ничего. А вот как исполнить, мы-то живы. Вот он, брат мой, я хоронил его. Ну, он потерянный был для Бога, все. И лежит он, да, он лежит для меня, он как деревяшка уже, ну, прах. А когда он умер? Ну, давно его учат. Ну, вчера похоронили. Все, закопали старика этого. Все, лежит, брился до победного конца, курил до победного конца. Пил все, что можно. От чего он умер? Так кто знает, от чего он. От больницы отказался в письменном виде, что мне не нужны врачи. А от священников он отказался давно уже. То есть мне не отпевать делать? Как его отпевать, если он алкоголик, курящий, матерящийся, не почитающий своих родителей. Мама до конца, в 78 лет ухаживала за ним. Две ноги, обе неходящие. Ну, вопрос, можно. Добрые дела, если их делать не во славу Божью, а есть добрые дела, которые делаются, чтобы хвалили их люди. А, чувствами, вот этот момент очень тоже интересный. Вот. То есть они же тогда не вменятся нам, как добрые дела. То есть мы их делали не ради Бога, а ради того, чтобы прославляли нас люди. Мы уже получим награду на земле, а там никакой награды не будет. Мне брат тоже удалось, что ты добрые дела делаешь, чтобы у тебя в рай попасть, какой-то ты корыстолюбивый. Я говорю, ну а ты... А ты есть ли кто? Да он не понять, кто там. Да это, видишь, брат, что ты ответил? А я ему ответил, ну ты согласен, что за злые дела должно быть наказание от Бога. С этим я согласен. Но почему Бог не может за добрые тогда наградить, если за злые ты согласен, что он может наказать, почему... А я делаю добрые дела ради добрых дел. Я вот по школам хожу, а он Жданова стал последователем. И детей учит водку не пить. Вот доброе дело он делает. И Жданов свои добрые дела делает, но он делает их не ради Господа. И зачтутся они ему эти дела, когда он говорит, что... О причастии тоже с ним заговорили. И он тоже вино пить нельзя. Все нельзя. А вина там нету. Там меня, говорят, священники заверили, что там кипятка налили, там чуть-чуть вина. А ну шапкой вот так вот раз, и там уже ничего нету. Мы ему говорим, да это неправда. Жданов, профессор, который по зрению там... Общество затрезовое. Мы ему говорим, это неправда. Он выступает перед десятками тысяч, сотнями людей. И говорит эту ложь, говорит и говорит. Ну и мы пришли, ему сказали. Это неправда, вы лжете. Там вино, настоящее вино. И пьют там вино. И Господь сказал, что вино это полезно, если только употребляется. В совершенную меру. А он нет, вообще нельзя пить. То есть у него все, нельзя вообще пить. Вот до какой степени. Игнатий Игнатий тоже бы не против был. Да, нельзя, все. Но когда он сказал, что в причастии вина нет, тут, конечно, мы не можем сказать. Потому что как раз это там, в этой чаше, в причастии, вино. Но, причем не просто вино, а вино виноградное. С красного винограда. Вот как. Все это так. Ну, то есть оно, да, это благие дела непонятные. Но, надо же отвечать по слову Божьему. Тебе можно было ответить так, что мы есть рабы, ничего не стоящие. Написано. Ты исполнил то, что ты должен? И скажи. Господи, я исполнил то, что должен. Я раб, ничего не стоящий. Все. Как только ты это помолился, так сказал. То теперь все, что будет от добрых дел тебе, это посылается от Бога. А от добрых дел намного чаще тумаков, усталости всякой, разочарования там и так далее. Ты же хочешь, чтобы оно лучше было как-то, ну, больше там людей уверовало, чтобы... А как уверовал человек? Когда он тебя благодарит, когда вопросы задает. А тебе ничего нет. Ты, ну, хорошо у нас Евангелие. Так я даю Евангелие, а про себя думаю. Ну, вот человек сейчас пойдет с этим Евангелием, там, бабушка или что, я думаю. А вот эта бабушка сейчас придет, сразу откроет? Или кому-то даст? Или когда-то где-то присядет, или сначала покушает, сготовит? У меня такие мысли идут. Некоторые прям с такой ревностью берут. Я думаю, сейчас он прям сядет сразу, откроет и будет читать. Вот я захожу в эту машину, где дробь стоит у брата, и сразу начинаю раздавать Евангелие. Раздаю 11 штук Евангелие. И только одна бабушка сразу открыла, другие куда-то засунули. Одна уж совсем старая бабушка. А это чего-то, тут вот так пролистнуло просто все. А одна прям раз тут же открыла и начала читать. Начала читать. Одна. Вот с 11. А другие все позасовывали куда-то. Это бывает, да. У нас тоже такое было. Сейчас они на вече увидят всем. А чаще всего, когда у нас были, помню, одни визитки или газетные листочки, это все забрасывалось куда-то, выбрасывалось. Ну, что там газетный квиток, вот такой вот листочек. Ясно, я его куда-то бросил и запинал потом. Тем более там муковки. Меленькие-меленькие. Кто-то посмотрел. Очки там надо, где-то очки там в кармане. Одну его, этот листочек выкинули, да и все. Или визитка вот эта вот. Визитка там, в интернет выходить. Да, что-то я сегодня никуда не хочу. Он же не знает, что там интересно, там можно о чем-то думать. И у человека это так сложно человека подвигнуть на что-то. А мы вот этим вот стараемся человека подвигнуть. А то, что он остановился, начал с нами беседовать, это великое счастье просто побеседовать с человеком. Потому что он сам к тебе подошел, свободно. И ты вот стоишь, ноги мнешь, тратишь время свое. Человек из тщеславия, как сказали мусульмане. Говорят, а как, говорит, вы вычисляете, говорит, вот те, кто к вам прокрасться может или что. Один говорит, у нас, говорит, такой накал жизни. Он, говорит, через месяц, говорит, или с ума сойдет, говорит, или себя проявит. Или будет таким, как и не будет. Или, говорит, третий, станет таким же, как мы. Понял. Сколько они раз стоят? Какой накал? Намаз. Поэтому, вот, поэтому, почему, вот, почему ты не стоишь у нас и не молишься в храме? Потому что у нас такой накал, ты даже, нам даже не надо, чтобы ты месяц среди нас жил. Нам хватит тебя, нам один секунд мы на тебя взглянули, и мы знаем, где ты должен находиться. Ты должен находиться за дверями храма. Ну, ты там и находишься, в общем-то, и все. Нам не надо даже вычислять, почему. Если мусульманам, Бог не оставил знаков на человеке, у нас их множество знаков. Потому что у нас есть правила книги, правила, мы ее знаем. Если ты без бороды, даже ты бритый, да, это еще ничего, но ты без бороды. Нет, смотрите. Если ты без хорошей бороды, все, ты уже не с нами. Если ты стоишь, молишься, вот так вот, сейчас я покажу, ты уж меня тут просты, брат. Вот так вот стоишь, если ты молишься, вот так вот. Я ноги сейчас не знаю. Вот так работаю, да, это я даже хорошо. Стоишь, что-то тут болтаешь, то уже все, ты не там, где ты должен стоять. Вот нужно стоять, вот, вот. Я так ноги стою сейчас. Все, вот, нет, да, я тебе говорю, как ты стоишь, ты все время вот так вот стоишь. Надо вот стоять, вот стоять, вот, и раз, и вот, и поклон 90 градусов, вот, коснуться. Я так, раз, и так далее, и так далее, и тому подобное. Если нету поиска на тебе, если ты, ну, не задаешь нормальные вопросы, и так далее, и тому подобное. У нас столько знаков, это куча, ну, не говоря уже о том, что ты бокс защищаешь. Это уж, мы иногда говорим о тебе, ты уж прости нас, ну, вспомним просто, ну, как бы с улыбкой, потому что, ну, понимаешь, вообще бить человека нельзя, у нас это табу. А кто бьет следить? Ну, как то, боксеры, ну, ты же, ты сейчас все уже не бьешь? А? Уже не бьешь. Я вообще на улице не делюсь все. Да не на улице почему, нигде нельзя бить. А почему в зале бокса, это спорта, это не драка, не все, по-моему, что это. Нет, нельзя бить. Там же перчатки и все такое. Я в курсе, да. Я же, ну, прости, уж так получилось, занимался и в перчатках бьешь, конечно. И кровь даже пускал к другому, что сделаешь. И сам ходил. А футбол для тоже нельзя? Футбол для тоже нельзя? Нет, ну, футбол почему нельзя? Нет, 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 нет. О, ты знаешь, как мы играем в футбол? У нас, вот я судью, у нас обязательно должен быть судья. И вот у нас, мы играют дети в футбол. Но, но всегда победила дружба. Мы всегда говорим, кто победил? Все, победила дружба, победил Христов. Матч его встречи, да? Там даже 3-1 там счет, хоть какой. Всегда у нас ничья, мы всегда молодцы все, потому что побегали, поиграли, удовольствие доставили. И, кстати, дети это понимают. И говорят, а знаете, вот чего не хватает мне? Не хватает вот такого какого-то азарта? И когда я вижу, вот человек входит в азарт, я всегда обязательно остановлю. Все, остановлюсь. Так, стоп, команды, постройтесь, они раз построятся, я начинаю говорить. Так, у нас не должно быть никакого гнева. Мы играем, понимаете? Нам, нам вот эту игру Бог дал. У нас один мячик, но мы же не бьемся за этот мячик, чтобы его потом съесть. Все смеются довольные. Мы же ему должны загнать в ворота, а вы, говорю, друг друга по ногам лупите, у кого ноги железобетоннее. Зачем? Если ты не умеешь играть, ты теперь возьми этого, там, Кирюшу, там, или Андрюшу, и поучись у него. Он-то тебя отвел, он тебе какой интересный сделал прием. Ты должен посмотреть это и взять у него. А ты просто начинаешь косить, там, все, там, ногой, как косой. Так, тактика другая. Все, они раз, посмеялись, все, я говорю, так, все, успокоились все. А сейчас давайте тусуемся. Раз, поменя, поменялись. Нет, смотрите, вот это все. Они пока к команде привыкают, и у нас вот так всегда все нормально проходит. Чтобы у нас там до драки, до что-то. Нет, можно вот такого просто нарезать. Что там рубили друг друга, такое, ну, редко там, ну, кочки есть. Подскользнулся кто-то там на дерьме, там, корове, или еще что-нибудь. Ну, интересно. Я просто вам объяснял, вот этот момент, да, вот вы видите, один, например, играет в футбол, например, силовой, как вы видите, о, это плохо, а вот обьет, а хорошо. То есть, это же тоже, получается, выиграл, обыграл, то есть, один такую тактику применил грубую, а другой такую, как бы, не грубую, то есть, как бы. Ну, есть люди, где интересно много, что с мячами делают, там, вот, там, подпрыгивают, там, головой, как-то, все. Ну, ему талант такой дам, а другой тоже мальчишка хочет, ну, пускай развивается, пармичка. Да, но другой просто много. У нас, знаешь, сколько там, ты же не был у нас там. У нас там бумы всякие есть, там, карусели, качели, там, прыгунчики всякие и так далее. У нас там борьба есть, там, борются они друг с дружкой. Людей потеряют, темно. Да. А это борьба тоже то же самое, что это. Борьба, пускай, болятся они. Борьба то же самое, что и боксу. То есть, боль даже военно-прикладной, чем бокс. Ну, ты сейчас борьбу представил, пацаняты друг друга подбрасывают, они падают на камни. Задушил, придушил. Да у нас нету придушил камня этого. У нас борьба, у нас нету придушил, задушил. Ложить на лопатки. Положить на лопатки, просто кинул его через бедро. Сломал подносчик ему. Какой грех может выпить? Шею отгнула его куда-нибудь. Какой? То есть, здесь, как бы, вы знаете. Ахахахахаха. Тарас, Тарас, как тебе далеко-то еще до этого. Ну, ладно, ты все поймешь, когда сам будешь видеть. Ты смотри наше видео, там все. Ты все увидишь. Ты увидишь, как дети борются, как взрослые с детьми борются. На Витю Савченко сколько там напало? Человек семь? Да, так. Семь человек там пало на Витю Савченко. Знаешь, у вас как у женщины такое. О, бокс. Это вообще кошмар. Такое убийство. По голове бьют. Да я там. Ой, это вообще такие идиоты. Они такие все дебилы, бандиты. То есть, у вас неправильное отношение вообще к спорту. Это спорт. Это не боевое искусство даже. Вот так вот. Нет, нет там такой, как сказать, философии какой-то. Это весельное такое, что-то еще. Ну, я тебе могу так сказать. То есть, можно просто... Я могу тебе так сказать. Вот если ты будешь ходить в нашу общину, то боксом ты заниматься не будешь. Все. Конкретно перед тобой поставить. Или ты в общине у нас, или ты боксом занимаешься. У нас вот недавно был такой человек. Что такое? Да я говорю, я этот бокс тоже не люблю. Как не любите? Нельзя драться. Да кто-то я... Вот у нас Сергей ушел этот, который вот, Крестинкин. Все, крестился в этом. Ему поставили. Или ты ходишь на это ушу свое. Ну, не ушу там он это... Панкратион. Панкратион. Ну, там конкретно боксы ногами. Ну, бокс там в основном. Все. Или ты ходишь, или ты не ходишь. Все. Ну, да, мне это не надо. Все. Потом раз... Я не хожу. Сколько? Три месяца не хожу. Взяли, крестили его. Его крестили. Все. Опять нету его. Все. Покорился, наверное, этому боксу. Вот, и своему панкратиону. Так что это не такое легкое дело отказаться от него. Были у нас всякие. Был у нас Айкидзин. Валера. Но тот ушел. Но тот долго уходил. С этим мечом все ходил. Туда-сюда. Пока не увидели его. Не просмеяли уже. Ты что, как этот ходит? Как самурай. Мы тебе что, самураи собрались, что ли? Ходишь с нами, с верующими христианами. Христос говорит, молитесь за врагов ваших. Ты ходишь с мечом. Ты понимаешь, что это такое? Думал, думал. Наконец-то додумал. Ну все. Ну тот бросил, хоть не ходит. Теперь не занимается. Так что у нас все четко регламентировано. Если ты верующий. Если ты хочешь быть в общей. Ты никогда не будешь милиционером. Почему? Клятву надо приносить милиционерам. Конкретно. Без клятвы тебя в милицию не возьмут. А охранником можешь быть? Охранником можешь. Кстати, клятва. Но без пистолета. Что именно клятва? Что такое? Конкретно клятву они привозят. Клянусь. Без клятву они приносят. Да, клянусь. А не клятва там. Клятва. Клянусь, говорят. Клянусь. И военным тоже нельзя быть? И военным тоже нельзя быть. У нас нету ни военных, ни милиционеров нету. У нас очень жесткая. У нас хуже, чем космонавты попадать. Но зато ты можешь залететь выше, чем Гагарин. Это я тебе могу точно сказать. Могу примеры привести. Согласно Евангелия, Корнилий, 10 глава Деяния мы читаем. Он когда уверовал, а в Библии это не скажем, а о житях святых рассказывал, он ушел из армии. То есть он уже военный был. И сразу потом в дальнейшем стал в дальнейшем епископом. Сотник Корнилий. Сотник Корнилий. О котором в 10 главе Деяния святых апостолов говорится. Да, да, да. Который этот, Лонгин или как его? Лонгин. Да. Который Господа копьем проткнул на кресте. Тоже службу оставил, когда уверовал, что это есть Сын Божий. То есть тоже службу оставил. По преданию он уже почти ослеп. У него немножко зрения было. Все были военные, генералы зашли, тут они воевали, там боссники, царевники, да? А потом раз монахи уходили после этого. То, что такое слышу. Что такие вот случаи были. Не знаю про Сербов ничего я. Куда там они что уходили. Ну, про жития святых мы знаем. Ну, может быть, кто-то и ушел. Почему нет? Дай Бог, чтобы ушел, и это ему было, вменилась праведность. О, вот, пожалуйста, Александр Невский. Все, как перед смертью покаялся, принял схему. Стал Алексием. Алексий. Никто его, как Алексия, не прославляет. Только как Александра Невского, великого освободителя земли русской. Почему? Не выгодно. Никому не выгодно. Ни людям, ни государству, никому. Только одному Христу выгодно. Чтобы человек был духовный, а не плотской. А духовный человек, я тоже так понимаю, почему. Потому что он, государство, бесполезен, как говорится. Общественная работа не занимается в основе массива. В армии труд не может. Главать не может, то не может, то не может. Детей ему иметь нельзя, ничего нельзя. То есть государству не особо выгодно иметь таких просто настоящих духовных людей. Это поэтому они Христа и распяли. Они думали, что царик освободит от Римского. Нет, правильно я понимаю, да? А он не оправдал их надежды. Правильно я понимаю, или нет? Хрицарство, ну как? Да государству как невыгодно? Мы законопослушные, мы не убиваем, не крабим. Как невыгодно-то? Ну, если прям супер таким верующим быть... Это какое государство? Если там бандиты, то зачем им, конечно... Не выгодно, но с одной стороны не выгодно, а с другой очень сильная дисциплина и главный авторитет необыкновенный. То есть сам Бог создал церковь. Это не организация никакая. Церковь это тело Иисуса Христа. Вот смотрите, опять же вот такое... Мы относимся к телу Иисуса Христа. Мы члены Его тела. Какая моя организация, если мы члены тела Христова? А церкви-то разные же бывают, церкви же разные бывают. Церковь одна, она святая непорочная, она одна. Нету никаких... Но это не церкви никакие, какие, еретиков называешь. Мы же про это говорили уже сто раз. Ты хочешь еще... Каталицизм, то есть все, разные церкви же все смотрят здесь. Каталицизм это еретичствующая церковь, они в ереси. Если не покаются, то Господь не примет никого из католиков. Кто умирал в этой именно ереси. У них там, понимаешь, папа, как наместник Христа на земле. Че тебе мало? Престая Богородица, она богиня. Она непорочное зачатие в нее. Мало тебе этого? Дальше. Непогрешимость папы. Папа вот че сказал, он без греха. Он не имеет греха, папа. Представляешь? Человек, который не имеет греха. Это ересь и самая настоящая. Сейчас-то если грешу, смол, то есть это должен... О чем речь идет? Это ересь, ересь. А они у них приняты в догмы, в учения. Вот канон. Вот у нас вот книга правил канона. Других нету. А у них принимается и принимается. Вот к этим правилам другие еще. А некоторые отсюда убирают они. Они мне нужны, они без всяких соборов. А у нас эта книга, у православных, она книга просто остается, на полочке лежит. Ей не пользуются практически. Так вот 20 веков есть, да? 787 год последний собор здесь был. Потом святые отцы там кое-что. Ну в основном это считается 9 веком закончилась книга. Все. И вот уже тысячу лет с лишним эта книга, вот она на полке стоит. И по идее мы должны по ней жить. Но она на полочке стоит, как бы у православных. Уже, если сейчас взять, то больше половины канонов не исполняется. И очень давно, уже столетиями не исполняется. А книга все стоит, ее берут православные. Хотя сами по ней не живут. А еретики уже ее переписали. А то есть получается военный человек тоже не может быть верующим, да? Не может. Он должен уйти из армии. Уйти и покаяться. То есть милиционер... Вот я, допустим, принимал присягу в армии. Я написал отказную, отказался от присяги этому советскому государству. Я отказался от присяги, написал. Я отказываюсь от своей присяги. И пошел в военкомат, дал это заявление. В каком году? Наверное, в 98-м или 99-м. И что они? Ну, примели. Мрат, можно? Я тебе пример могу привести. Меня уже не вызывали никуда. Пример могу привести. Недавно на Игнатьева выходил по скайпу. Молодой человек. Он служил в Екатеринбургском училище на офицеров. Будучи военным. А сейчас где-то, я не помню, сейчас то ли Мурманск, то ли какая у него там. И вот у него заканчивается контракт. И он уверовал во Христа. Начал Евангелие читать. У Игнатьева еще книги. Все 38 заказал. Даже показал там, что у него книги лежат. И он говорит, я понял, я христианин, что мне именно среди военных уже нет места. Он понял, он читал Слово Божие, он понял, что ему там нет места. У меня как раз контракт заканчивается. Что мне делать? Игнатьев показал, что у тебя когда-то все равно есть специальность. А он говорит, во-первых, что он клятву не должен, он уже ее произнес, когда еще был неверующим. Но он уверовал, и сейчас он понял, что нельзя, во-первых, понять. Во-вторых, всему, тому, что он сам начал уже других молодых учить, я учил для войны, то есть для убийства. А он христианин, Господь говорит, не убей. То есть тут понятно, почему он военный не может быть. И он говорит, все, я как не поступаю. Конечно, самый лучший вариант это уходи и все оттуда. Можно еще какую-то альтернативную службу найти, но это, говорит, навряд ли, может что-то найдется. Но лучше, говорит, конечно, уйти и где-то в миру себе какую-то профессию приобрести, работать. Он сразу понял, он читал Евангелие и Господь ему это положил. Сейчас мы в тему споем православное песнопение. Внимательно слушаемся и потом вопросы, если будут, потом зададимся. Давай, брат, иди сюда. Брат Гушков звонил, я смотрю ваши занятия, а молитвы отче наш. На прошлом занятие начали. Да, да. Сейчас не мешай, потом позвоню. Да. 20-й век здесь тоже щей кража. С вечных агарков и монеты звон. Со знанием победы репортажем К епископу доносит телефон. Идет аллюром праздничная служба. Безбожный хор снесен под куполом. Что здесь, о чем, кому все это нужно? Все надвое, все врос, все пополам. На половину понятом пропетом. И плачет души, свечи и тоска. Даляющий мрак нет воздуха и света. Я так давно от этого устал. Разверзлись небо благостною манной. Прорвись вода из лопнувшей скалы. И выйдет проповедник из тумана. Пророк восстанет из церковной глыб. И выйдет проповедник из тумана. Пророк восстанет из церковной глыб. Живительной бы в лагере родниковой И спит из живоносного ручья. Но тот источник золота закован. Славянину за Зургучина печать. Позорный плен молчальницы великой. Что православной церковью зовется. Давно забыт трюф победных кликов. Свечам к иконам прихожанин живется. Лепечащие звуки непонятны. Уходит время, как вода в песок. Я был, я отстоял, бока намяты. А настоятель Дмитрий, а дьякон, как высок. Из года в год ни ведения, ни страха. Ни продвижения по узкому пути. Не видим ни трагедии, ни краха. Как дальше жить? Как Господу прийти? Как дальше жить? Как Господу прийти? Развернись небо благостною манной. Прорвись вода из лопнувшей скалы. И выйдет проповедник из тумана. Пророк восстанет из церковной мглы. И выйдет проповедник из тумана. Восстань, пророк, из церковной мглы. Виктора не хватает, да? С гитарой. С гитарой, да. Виктора с гитарой. Но это настоящее православное песнопение. Это вам не взвейся-развейся. Бартийская. Здесь надо думать. И исполнять. Тут и каноны, тут все. А что мы Царю Небесную пели? Или пели? Царю Небесной, Упишите на душе истины. И живи с бесы, И вся исполняй сокровища благих. И жизни подателю Приди все лица вны, И очистены от всяких скверных. И спаси благое души нашим. Господи, благодарим Тебя, Что в этот день Позволил нам прокоснуться С Божественным Словом Твоим. Прости нас, если чем согрешили мы В этой беседе, Господи. И распусти нас с миром. Молим Тебя, Господи. И благодарим за то, Что сейчас мир на Украине Хоть какой-то, Господи. Если угодно Тебе продли этот мир. Нашу общину сохрани И всех православных людей За границей и здесь, в России, Господи. Хвала Тебе, Отец и Сын, и Святой Год. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Все, кто подрудился.